Незламные войны. Незламный народ. Максимум. Радио Незламных. Ростов-на-Дону. Ну, прямо как-то, не знаю, зачастил с визитами. Прямо как-то наш пострел везде поспел, ну, честное слово. Ну, во-первых, это прощальный визит двойника Путина, да, потому что мы же понимаем, что Путин никакой никуда не ездит, да, потому что, посмотрите, значит, Крым, там вот в вашем предыдущем репортаже показали, как там вообще все контролируется властями, да, туда, когда 5 октября приехал Патрушев заведовать, проводить совещание по обеспечению безопасности, 8 числа состоялась вся церемония на Крымском мосту, вот, потом, что у нас еще накануне, а, накануне, кстати, визита, вы говорите, в Ростов съездил, да, а в Ростове у нас взорвалось здание ФСБ за два дня до этого, или за день до этого, да, и Путин туда прям поехал, вот там, где сгорело здание ФСБ с пограничной службой, вот он прям туда и поехал, да, прям вот проверить, как там у нас, пожарник такой, так сказать, через 24 часа. Ну, в общем, все это ясно, и Мариуполь, да, но, строго говоря, вы знаете, даже представим себе, что Владимир Владимирович настоящий. Ну, давайте представим, помечтаем немножко, да, ну, вот настоящий он. Значит, что показали нам эти три визита? Приехал в Крым. Куда приехал в Крым? В какую-то школу художественную, детскую, где не было ни одного ребенка, да? Потом он приехал в Мариуполь ночью, ночью, под покровом, значит, ночи, почти без охраны, без кортежа, без ничего, приехал в Мариуполь. Походил там у народа по квартирам, и, значит, ему столик прямо на детской площадке быстренько развернули, и там пару карт, ему там фотографии показали. Вот. А потом, значит, он приехал, говорят, в Ростов, но на самом деле там же нам не показали ни одного здания внешнего, да, не показали ничего. В Мариуполь нам показали вертолет, который садится на каком-то, на какой-то асфальт. Да, такого асфальта в Российской Федерации там два с половиной миллиона квадратных километров. И снять такой асфальт в Москве, в том же самом, там, в Ильинском каком-то, там, или в Новоогореве, да, два пальца об асфальт, как у нас говорят, чтобы не говорить нехорошие вещи. Вот. И дальше, значит, он вот, когда приехал в этот самый Ростов, это там, где сгорело здание ФСБ, но нам показали, что он вошел внутрь какого-то помещения, в котором сидят генералы, и с этими генералами он там чего-то там пообщался, да. Ну, а чем это помещение якобы в Ростове отличается, например, от бункера в Министерстве обороны в Москве? Ничем. Те же самые генералы. Почему это Путин к ним должен был ехать, да, а не к нему? И очень мне понравилось сообщение, кстати, кремлевской пресс-службы, что он никого об этом не предупредил. Вообще это был ревизор гоголевский, да, к вам едет ревизор. И вот приехал двойник Путина, значит, и не знали, как его встречать. Ну, в общем, все это смешно. То есть даже если исходить из того, что это настоящий, то, во-первых, значит, в Севастополе он посидел какую-то школу и ничего реального там не сделал, потому что если глава государства приезжает на девятую годовщину аннексии этого присоединения торжественного целого региона к Российской Федерации, ну, там торжественное собрание надо было собрать, речь надо было произнести какую-то, да, то есть надо было отметить все это дело, военных посетить в Севастопольской бухте, да, там тоже, опять же, собрание, какой-нибудь там парад провести и так далее. А тут ничего этого не было, значит, смешно. Мариуполь, значит, ночью походил по дворам, как вот раньше он в детстве ходил по Ленинградским подворотням. Вот. И дальше в Ростов, опять же, неизвестно зачем и неизвестно куда. То есть, в общем, даже с точки зрения визита главы государства это выглядело просто очень смешно. Ну, а на самом деле, вот, то, что в Севастополе был точно не Путин, это железно. Я вам даю зуб на чече, зуб даю, потому что там был такой проход, который вот самым первым, кстати, появился на видосике, где он идет вдоль этого самого здания, ну, вокруг там поп какой-то с ним идет, там какое-то начальство, вот, и этот Путин, значит, размахивает правой рукой. А мы 23 года смотрим на Путина, который, когда он ходит, он всегда правой рукой как будто бы поддерживал такое впечатление, что у него на правом боку висит сабля, и он эту саблю, значит, эфес этой сабли поддерживает рукой правой. То есть, она у него никогда не двигается, он всегда машет левой рукой. Вот. А тут, значит, этот Путин, значит, двумя руками, как в строю, как положено. Вот. То есть, это был совершенно точно, с моей точки зрения, двойник. Дальше в Мариуполе, значит, без охраны, вы видели кадры последнего приезда и сообщения о том, как был приезд в Бурятию? Там город зачистили. За три дня до этого, там в день приезда Путина никого не было в городе, там были пробки, там всех остановили, там не ходило ничего. Когда Путин приезжал в Волгоград, там остановили, там за неделю начали снег красить, и в день приезда Путина там остановили вообще все, там невозможно было ни проехать, ни пройти. А тут он просто без охраны на машинке, со встречным движением, да никого не остановили, да никого не предупредили. И вот, значит, ревизор такой приехал. Ну смешно все это, на самом деле. Вернее, скажем так, было бы очень смешно, если бы не было войны в Украине. То есть вот если бы мы не говорили это на фоне гибели ваших бойцов каждый день, в том числе и сегодня, и вчера, и позавчера на фронте, то это было бы смешно. А так, это, конечно, все очень неприятно. Единственное приятное, это то, что в Мариуполь и в Севастополь приезжал, на самом деле, не глава государства российского, а приезжал подозреваемый, находящийся в розыске Международного уголовного суда в Гааге. Ну, что самое интересное, что именно за Мариуполь ему этот ордер и выписали, за украденных детей и вывезенных с Мариуполя детей. Да, конечно. И поэтому я кого-то уже слушал из умных людей, который сказал, ну, преступник всегда возвращается на место преступления. Значит, вот он приехал. А кто-то еще вспомнил, что Адольф Алоизович тоже в 41-м году в декабре приезжал в Мариуполь. Но он, кстати, в Мариуполе провел все-таки, проночевал, провел ночь. А Владимир Владимирович, значит, ночью приехал по Воровски и также по Воровски уехал. Я, знаете, о чем еще подумала? Почему за 9 лет он так и не поехал в Донецк и в Луганск? Ну, то есть, как бы, вот, бомбили 8 лет, хорошо, вот, а сейчас, да, что происходит? Почему в Мариуполь приехал, а Донецк и Луганск не посетил? И, ну, не взбунтуется ли народ сейчас? Скажут, извините. Мы, значит, вас тут ждали, мы, значит, извините, вас просили, мы к вам обращались, чтобы вы нас взяли в состав. Ну, мы прекрасно понимаем, что кто просил, кто ждал и кто на этом, ну, там, пытался сделать себе имя и рекламу, мы прекрасно это понимаем. Но вопрос в том, что, ну, как-то очень избирательно. Ну, во-первых, избирательно было все очень просто, потому что Мариуполь находится в 80 километрах от линии фронта, а Донецк находится в 35 километрах. И в Донецк уже прилетал, уже к этому самому Крагозину в Донецк прилетал уже Хаймерс. Да, и Путин понимает, что куда он, что вот к Хаймерсам приедет он в Донецк, знаете, там к Цезарям. Вот, нет, Мариуполь, хотя в Мариуполь тоже что-то там прилетало ваше. Вот, но все-таки туда немножко подальше, а Крым еще подальше. Хотя и до Крыма прилетал уже. То есть, конечно, это первое. Во-вторых, почему он не ездил в Луганский Донецк раньше, это было понятно. Вы знаете, кстати, вот эта его поездка, она глупая с его же точки зрения. Но, слава богу, вы знаете, откровенно говоря, я всегда говорю, что нас спасает то, что Путин дурак. В общем, это теперь можно говорить. То есть, вот если раньше еще можно, он мог надувать щеки, теперь можно говорить, что Путин дурак. Да, потому что, ну, умный человек не встретится с ответственной за дела детей и не будет под камерой телевидения наговаривать на себя официальное признание в совершении уголовного преступления. Да, потому что, ну, только дурак может такое сделать. И вот они оба дураки. Путин несколько раз выступал по телевидению и говорил, что все идет по плану. Значит, это тоже было заявление идиота. Потому что, если все идет по плану, значит, у него было запланирование. Запланированы Буча, там, я не знаю, Бородянка и Ирпень, Мариуполь. Это все было запланировано у него во плане, то есть он признался, это были признательные показания. Это, кстати, я еще в прошлом году сразу начал говорить, что все, Путин уже себе наговорил, уже, так сказать, признательную речь в ГАКСом суде. Надо мной издевались, смеялись, говорить, ну, кто выпишет, так сказать, какой-то орден главе государства ядерного и так далее. Вот сейчас все выписали это дело, и мне начинают звонить французские журналисты, которые 9 месяцев назад на мой смеялись. Вот я теперь говорю, ну, чего, давайте посмеемся дальше, давайте вспомните Сербию. Да, вот мы тоже смеялись над сербами, да, а сербы взяли и выдали Милошевича в ГАГу. И я убежден, что российские элиты выйдут от Путина, ну, или какого-то из его двойников, да, потому что вот у нас есть какой-то канал очень смешной, который, значит, показал совещание между Путиным и четырех его двойниками, значит, кому ехать в ГАГу. Вот, но смысл такой, в любом случае, человек, похожий на Путина, будет выдан рано или поздно в ГАГу. И этим орденом, кстати, на Путине поставлен абсолютный крест. Он сам на себе поставил крест, потому что он стал идиотом. Вот до этого, пока он говорил, их там нет, мы там не тут, Луганска-то не мы, Донецка-то не мы, это вот там всякие какие-то там сепаратисты, которые решают свои внутренние дела с собой и с киевской хунтой. Вот пока он это говорил, это было, конечно, мы все знали, что это не так, потому что Гиркин, полковник ФСБ, значит, министр обороны Донецка. Ну, понятно, что это все подставные лица, там всякие там клоуны, которые ходили, а что на самом деле это вооруженные силы Российской Федерации, там, российское оружие, российским оружием воюет с законной властью украинской. Вот, но Путин пока это не признавал, это было пусть нехорошо, пусть подло, но хитро и умно. А вот теперь он стал просто идиотом, просто идиотом. Извините за выражение. А, из песни слов не выбросишь. Я почему спросила за Донецк и Луганск, потому что не только я спрашиваю себя, а спросили об этом и у Путина. Я предлагаю сейчас послушать этот фрагмент и обговорить. 9 лет воссоединения России и Крыма. Мы все сейчас мысленно возвращаемся в 2014 год, но возвращаемся уже все-таки в контексте сегодняшних событий. И, конечно, у многих возникает вопрос, а вот не стоило ли, может быть, начинать специальную военную операцию тогда, в 2014 году? Ведь, наверное, многое было бы легче. Ведь тогда там очень многие люди нас ждали, да и Запад еще не так накачал Украину антироссийской агрессией и оружием. Ну, во-первых, мы исходили из того, что нам удастся все вопросы решить абсолютно мирными средствами. Мирными. Мы никогда не стремились к какой-то конфронтации. И все, что произошло в Крыму, оно произошло, как вы знаете, с колес. Это для всех очевидно. Мы просто не могли отказать крымчанам в нашей поддержке и защите. Именно в силу того, что на них уже там наезжали, как на самом Украине говорят, нацики. Наша была святая обязанность защитить крымчан. Вот что касается Донбасса, мы рассчитывали на то, что удастся эту правильную решить мирным путем. Но, как выясняется сейчас, мы это видим, нас просто водили за нос. Никто из наших так называемых партнеров и не собирался мирными средствами ничего решать, а просто накачивали оружием Украину и готовили ее к боевым действиям. И она предприняла две крупномасштабные войсковые операции с использованием тяжелой техники, артиллерии, авиации. Что касается готовности и целесообразности, в таких случаях нет сослагательного наклонения. Это во-первых. Во-вторых, это касается и нашей готовности к каким-то более серьезным действиям, чем действиям в рамках так называемой «Крымской весны». Вот у нас сейчас, мы все знаем об этом, рекордный урожай в сельском хозяйстве, зерновых. Свыше 150 миллионов тонн, 155. И вот Патрушев докладывал, Дмитрий Николаевич, 154 уже там насчитали. Я, к чему это все? К тому, что спросила об одном, а закончили, знаете, начали за здравие, закончили за упокой. Как хорошо начиналось, вызываем в Москву. Как плохо закончилось самодеятельностью. Не нужно было ли раньше начать? Да, ну понимаете, как бы мы тут, конечно же, надеялись. Но вообще у нас зерновые, вы знаете, какие? Ну, про зерновые он, кстати, это, увы, правильно сказал, потому что, когда после 2014 года начались западные санкции, единственная отрасль, которая действительно поднялась, это было сельское хозяйство. Здесь из слова тоже, из песни слова не выкинешь. И с точки зрения Российской Федерации, это, на самом деле, было положительным моментом. Хотя, увы, мне очень неприятно это говорить, потому что Россия, советская Россия была импортером, нетоимпортером зерна, путинская Россия сейчас нетоэкспортер зерна. И это, конечно, прорыв. Другое дело, что это все дело, кстати, аграрный сектор восстановили не россияне, а немцы, которые просто работали на российском рынке, которые после санкции перерегистрировали свои фирмы немецкие с российскими именами и продолжили работать на российском рынке, то есть это немецкими, так сказать, технологиями, немецкими тракторами и немецким менеджментом подняли российское сельское хозяйство. Но все остальное, вот, вы знаете, интересно само место, из которого Путин ведет это дело. Это было в Бурятии, он приехал на вертолетный завод. Вопрос, а почему на вертолетные заводы? У них не хватает боеприпасов, у них не хватает этих самых ракет, а вертолетов у них чертова дюжина. У них там домамы, самолетов у них огромное количество, они просто их не могут использовать, потому что у вас хорошая противовоздушная оборона на линии фронта. И по этому поводу регулярно, кстати, вы отчитываетесь о том, что вы сбиваете какие-то вертолеты и самолеты. То есть, и зачем тогда он приехал на вертолетный завод, в котором стоят вертолеты, которые не будут никогда достроены? Потому что моторы, роторы к этим вертолетам поставлял украинский завод, запорожский, моторсич, с которым, который перестал, потому что, значит, когда это поняли в Украине, арестовали генерального директора, и все связи с этим заводом у России прервались. И поэтому эти вертолеты, к тому же еще, не будут никогда достроены. То есть, это смешно с военной точки зрения. Ему надо было приехать на завод боеприпасов. Но там, в Иркутске, кстати, завод боеприпасов, это уже знающий народ рассказал, его раскурочили, то есть его остановили, он прекратил выпуск этих боеприпасов, и его продали, все его земли продали какому-то там риэлторскому, риэлторской фирме, которая там будет строить кондоминиум, какой-то, какой-то центр. То есть, в принципе, в России очень плохо с производством боеприпасов. И то, что Путин все это нам вещает из этого вертолетного завода, где ничего не будет достроено, и на самом деле никакого смысла было приезжать в этот вертолетный завод, где он, кстати, даже не смог полетать на вертолете, хотя бы на одном каком-нибудь, я сел на тренажер, то есть опять мультики нам показали, то есть все это, ну вот, вы знаете, в последнее время даже неинтересно даже все это дело анализировать и рассказывать, потому что, ну просто глупость, ну вот каждое решение. Раньше с Путиным было интересно работать, потому что бывали какие-то интересные варианты, там вот мы читали между строк, мы там боялись его, да, потому что вот боялись, что у него какое-то там ядерное оружие, а сейчас, если все такое, то, в общем, и ядерное оружие даже бояться не стоит, потому что его тоже у него нету. Почему Путин 21-го числа, кстати, февраля, сказал, что он выходит, вернее, приостанавливает свое участие в договоре СНВ? Да потому что по этому договору нужны инспекции, и вот если по логике ему надо было, наоборот, показывать американским инспекторам, как у них ядерное оружие, все замечательно хранится, как оно работает, как оно успешно и так далее, а им показывать нечего, и поэтому они говорят, мы приостанавливаем, потому что иначе американцы поймут, что у нас и ядерного оружия еще к тому же нету действующего. То есть вот в чем надо заниматься анализом. А то, что этот двойник, о чем он проговаривается и какую окинье он несет, ну, бог с ним. Ну, вы знаете, я вот все равно задаюсь вопросом, когда и как Украина смогла перехватить инициативу. Я сейчас не про поле боя, я про информационное поле, потому что по факту сейчас российская пропаганда занимается тем, что просто косплеит, повторяет то, что делают, делаем мы, то, что делает наш президент, и то, что делает Зеленский. То есть Зеленский поехал в Бахмут, да, там в Херсон, был на декупированных территориях, и они теперь решили, ну, давайте попробуем, давайте попробуем, там, сделать визит Путина в Мариуполь. Я смотрю сейчас, Скобеева очень радуется цифрам, говорит в Твиттер за Путина, то есть мы смотрим, для чего это было сделано, для того, чтобы показать рейтинг. Я, правда, думала, что будет где-то 79,9, но нет, 85,7, говорят, процентов получает Путин за то, что, вот, я так понимаю, посетил Мариуполь. Я, правда, не знаю, как это поможет на внутреннем рынке. На внутреннем рынке как-то на это отреагируют? Да, ну, наверное, отреагируют, но вы знаете, во-первых, на ваш вопрос, почему, где вы перехватили инициативу, потому что, во-первых, у вас талантливый президент, во-первых, у вас талантливый президент, который пришел из шоу-бизнеса, и вы знаете, талант не пропьешь, и вот когда вокруг него люди, которые знают, как делается шоу-бизнес, знают делать, знают они, как и делается информация, и как делается пропаганда, в хорошем смысле этого слова. По этому поводу, когда президент Зеленский приезжал в Херсон, он приехал днем, он приехал на главную площадь Херсона, где был народ, он с ним встретился, он встретился с военными, когда он приехал в Мариуполь, он тоже встретился с военными, он сделал фотографии, там были слышны прилеты очень недалекие, то есть было видно, что он находится реально у линии фронта, совсем недалеко, но может там не на самой линии фронта, ну там тогда это было километров 15, может 10, 15, может 20 километров, но тем не менее, туда прилететь вполне могло в любой момент, вот, и он не боялся приехать в это дело. Мы, ответом был что, Шойгу, который полетал на вертолете, его поймали на том, что в декабре зеленая травка, значит, на востоке Украины, вот, то есть явно был подлог, да, и Путин, который сейчас ночью приехал куда-то, в какой-то район, ну вы знаете, таких районов, вот как в Мариуполе, то, что они построили, их в Российской Федерации можно найти там 25 тысяч штук, в той же самой Москве таких дворов можно найти, где у нас вообще доказательства, что он реально был в каком-то там Мариуполе, да, вот, по Станиславскому, я бы сказал так, не верю, не верю, и у них все вот, это все абсолютно так же, вот, знаете, это как, вот есть Голливуд, да, а есть подделки под Голливуд, и вот Путин, это подделки под Голливуд, а вот верят ли в этот народ, ну, во-первых, народ, надо вам сказать, российский довольно мало смотрит теперь Скобееву и Соловьева, потому что вы посмотрите на рейтинги этих программ, они же не входят там даже там в тридцатку, там, топ-50 где-то на последних, на последних, но это совсем не топ-10, топ-10 вообще близко, никакой, никакой общественно-политической программы российской на российском телевидении входит в топ-10 самых популярных программ на российском телевидении. Эти россияне, они предпочитают вообще ни о чем не думать, они предпочитают пить ханку, там, попкорн и смотреть какую-нибудь там развлекаловку. Вот топ-10 это развлекаловка, это комедии какие-то, это какие-то там, я не знаю, там, прикольные передачи, но никакой Скобеевой, Скобеева там в сентябре месяце, когда у них упало на 25% у Соловьева и Скобеевой просмотры на их программах, Скобеева была на каком-то там 19-м месте, а Соловьев был на каком-то аж там 37-м или что-то такое в рейтингах российских программ. То есть на самом деле их стали гораздо меньше смотреть люди. Люди теперь смотрят ваши каналы. Тогда я еще спрошу, знаете, о визите Си Цзиньпина. После, меняет ли вот этот вот ордер, меняет ли ГАГа отношения и планы на этот визит Си Цзиньпина к Путину? Приедет, не приедет, как думаете? Я бы на его месте не приехал, но уже нельзя не приехать, потому что они уже объявили официально, что визит состоится, то есть было уже официальное объявление, и поэтому теперь, если отменить, это значит ГАГа. А Китай не является подписантом римского статута. То есть по этому поводу они как бы считают, что это... Мы знать не знаем, что это такое. Кстати, Казахстан тоже не подписал, Турция, по-моему, не подписала. То есть там примерно 30 стран, которые не подписали. Вот. И по этому поводу для них как бы не считают... То есть для них юридически никаких последствий не возникает после этого ордера. Они не обязаны Путина арестовывать и так далее. Вот. Это... Они не входят в число 123 стран, которые не только подписали, но и ратифицировали. Кстати, пользуясь случаем, поскольку у вас огромная аудитория, я бы должен сказать вашему политическому руководству, пора бы Верховной Раде Украины ратифицировать римский статут. Потому что вы его подписали, но вы его не ратифицировали. И вот вы знаете, вот теперь есть этот ордер, и вы понимаете, что для вас это, ну, смерти подобно. Ваше руководство политическое должно сделать так, чтобы Украина присоединилась на 100% к римскому статуту. Вот тогда вы можете на 100% уже говорить о том, что, да, это значимое... В том смысле, в том числе и с юридической точки зрения. Для Си Цзиньпини, конечно, это юридически не имеет никакого значения, но политически для него это очень неприятно. Очень неприятная штука. И для Путина очень неприятная. Хотя для Си Цзиньпини тактически это замечательно. Потому что он ехал к слабому Путину, ему нужен слабый Путин, а теперь он едет к Путину, который не просто слабый, а нелегитимный. И поэтому он теперь зависит только от Китая. Путин теперь зависит только от Китая. И Китаю теперь приятнее. То есть Си Цзиньпинь приедет даже не к вассалу, он приедет просто непонятно к кому. Потому что про Путина мы теперь, во-первых, перестанем говорить как о президенте Российской Федерации. Нет. Это лицо, находящееся в международном розыске по ордеру на арест международного уголовного трибунала в Гааде. И никаким другим способом... Вы, кстати, Путин теперь не называйте. Никакого президента Путина, никакого президента Российской Федерации уже нет. Все, юридически. Потому что вы все-таки подписали римский статус, хотя не расифицировали. И для Си Цзиньпиня это тактически выгодно, а психологически неприятно. А для Путина тем более. Пану Сергею, я дякую вам наразі. Спасибо. До следующих встреч в эфире. И я нагадаю, Сергей Жернова, экс-співробітник КДБ и службы зовнишнього розвитки РФ, и був зі мною на звязку цієї години.